Новое видео выходит каждый день в 20.00. Не так давно в нашей дорогой самповской индустрии существовал такой, знаете, проект. Хотя, ну как существовал? Он еще даже открыться не успел, однако рекламную кампанию он уже производил. Я думаю, что вы уже поняли, про какой проект я вам сейчас рассказываю, и это American History. И вы знаете, давайте мы немного пока что отвлечемся от основной темы данного видеоролика, и я вообще вам расскажу, откуда я узнал о данном проекте-то, ну вот по факту, вот откуда, что, где, как. И вы знаете, American History не так давно или уже достаточно давненько проводили такой, знаете ли, рекламную кампанию, что-то наподобие того. И вот первый, и, наверное, последний, у кого я увидел видеоролик с American History, это был Brothers in Company. Он тогда показывал там маппинг Нью-Йорка, все, как они вот это вот все делают. Я такой смотрел, ебать, ну классно, классно, я всегда хотел побывать в Нью-Йорке, а сейчас, то есть, можно там поиграть. В принципе, неплохо, да, вы знаете, я играл в Нью-Йорке в GTA 4, а теперь можно поотыгрывать какую-то рулиплей. В Сэмпе даже поотыгрывать рулиплей мне, мне, понимаете, рулиплей, блядь, я заделал стойку от микрофона, неважно. Даже мне захотелось поотыгрывать рулиплей, я не знаю, что бы там случилось с чуваками, которые там любят играть на Гамбите, или там на SV Project, или на Пацифике, или на прочих серверах для конченных пидорасов. Однако, ну ладно, ну ладно, если вы играете на каком-то FullRP сервере, мы вас прекрасно понимаем, и ни в коем случае ущемлять за это не будем, тупые ебаные пидорасы. Так вот, в моем любимом GTA Сам Журнале разместился пост касательно всей этой ситуации с American History, с пояснением и многое-многое другое. И сейчас я бы хотел вам его зачитать, дабы вы максимально поняли вообще, в чем проблема-то того, что вот сервер закрылся, не успев открыться, при том, что я в самом деле, блядь, хотел на нем поиграть. Сука, как же, блядь, обидно, я просто не понимаю. Когда ебаный гамбит переоткрывается там в 20-й раз, и у меня нету никакого желания на нем поиграть, тут, блядь, American History, в который я хотел поиграть, и, блядь, вот такая хуйня происходит. В общем, ладно. Работа над American History была прекращена, а его команда распалась. Об этом сообщил... Работа над American History была прекращена, а его команда распалась. Об этом сообщил руководитель проекта Тедди и другие участники коллектива при беседе с редакцией Самворлд. Весь состав распался из-за внутреннего конфликта, который случился между руководителем и остальной командой. Возможно, в скором времени на официальных ресурсах American History руководитель заявит о закрытии проекта. Однако, пока что, все вопросы касательно проекта не решены до сих пор. Почему-то вот так происходит. И вы знаете, я бы уже закончил данный видеоролик, там он, знаете, получился не особо большой, на несколько буквально минут. Однако, я вынужден его дополнить, пока ролик еще не смонтирован, пока все еще идет вот так, как оно идет. И вы знаете, в Самворлд появилось такое, знаете ли, дополнение касательно всего American History. В группе American History было заявлено, что работа над проектом прекращаться не будет. На данный момент она заморожена. Как оказалось, владельцы решили расформировать бывший состав, руководитель которого не справился с обязательствами по выплатам. Дмитрий Кошель в беседе с Самворлд рассказал, что другими владельцами проекта уже собрана новая команда, и дело осталось за заменой. Суждение о закрытии проекта Самворлд сделал ошибочно. Однако, факты касательно распуска команды до сих пор верны. Ошибка была сделана ненамеренно. Представители проекта не оповестили редакцию о предстоящих переменах, несмотря на генеральное партнерство. Более того, даже участники распустившейся команды не знали об этом. Впредь сам Войлд не будет сотрудничать с Американ Хистери во избежание подобных ситуаций. Вот тут реально, хотел бы сказать, уважение. Уважение за то, что так получилось, за то, что вот все вот это вот и так далее. Просто, ну вот, ну вот, в самом деле. И вот знаете, у Американ Хистери еще пост вышел, лол. Серьезно, давайте почитаем. Не верьте фейкам, читайте только доверенные СМИ. Блять, может, я не знаю, достоверные СМИ, однако ладно. В проекте произошли позитивные изменения. После проведения аналитики работы старой команды и их продуктивности работы, блять, кто пишет эти посты, почему одни какие-то, блять, тавтологии, неправильно слова, как-то, блять, предложения построены, что с вами не так? Было принято решение о принудительном накаливании ситуации и последующего распуска старой команды новыми владельцами. То есть, по сути, тут они пишут то же самое, что и пишут в Самворлде. Уже сейчас новая команда, во главе с профессионалами, с многолетним опытом, как в управлении, так и в разработке, проводит аудит и готовится продолжить разработку в более быстром темпе. Мы вас любим и ценим, и любое решение об закрытии или важных аспектах по типу ЮЦП будут приниматься только после вынесения на голосование нашей аудитории. Сколько же, блять, ошибок в вашем тексте American History? Я просто, я не знаю, если вы, блять, не можете текст в своей, блять, группе нормально расписать, нормально, сука, написать, чтобы его хотя бы можно было прочитать. Я не говорю о том, чтобы, блять, прочитать комфортно можно было. Сука, о каком проекте вообще идёт речь? Кто у вас, сука, отвечает за посты? Что это за хуйня? American History, блять, я уже просто потерял, блять, в вас какую-либо надежду. Ладно, Самворлд хоть правильно сделали, что перестали сотрудничать с American History, и American History, блять, тянет Самворлд на дно, мне так кажется. Потому что вот когда в партнёрах вот этот вот ебанный проект, который даже, сука, писать нормально, без тавтологии не умеет, блять, заделать поп-фильтры, ну ладно, бывает. Без тавтологии, блять, нормально, писать не умеет, и тут вот такая хуйня происходит. Пиздец, American History, да кому ж вы нахуй нужны-то, блять? Как я вообще это из виду пропустил, что вы такие ебанаты, блять, которые не могут даже посты у себя, сука, в группе нормально писать? Пиздец, чуваки, блять, какой мод, нахуй? Идите русский язык, учите. Долбоёбы, блять, чё это за хуйня? Я не знаю, я не хотел быть токсичным, мне вообще было похуй, я просто начал во всём этом разбираться вот сейчас. Какая же хуйня ебаная, чё вы нахуй такое делаете? Как вы, блять, такое выпускаете, сука, вот эти вот ваши посты, блять, вот эти ебанутые, которые прочитать, нахуй, невозможные American History. Я, блять, ума не приложу, как вы такую хуйню, блять, делаете. Серьёзно, блять, вы сами свои посты, сука, почитайте. Вам, блять, по-моему, даже в комментарии пишут, что вы как-то, блять, неправильно чё-то там пишете, а вы ещё возникаете на людей, блять. Не, American History это какая-то полная хуета, я бы хотел взять все свои положительные слова по поводу American History, блять, назад, потому что, блять, вот эта хуйня, это просто какой-то пиздец, блять. Возможно, блять, я слишком избалованный, который привык, что мне, блять, не срут в глаза, когда я чё-то читаю, сука, не срут в мой мозг, и что ж, блять, пиздец, я просто не понимаю, сука, я отписывался от самп-ютуба, я, блять, ебал в рот вот это вот твой блогер, твой ютубер, вот этот журнал, блять, чтоб меня сейчас говном в этом ебаном American History кормили, блять, как игрока. Вы охуели, что ли, блять, сука, блять, это просто пиздец. Я думаю, нужно будет снять, когда ваш сервер откроется, если он всё-таки откроется, если у вас команда, блять, опять не распадётся из-за каких-то, блять, внутренних разногласий, я думаю, нужно будет, сука, зайти к вам на ебаный вот этот сервер, обзор сделать, нормальный, непредвзятый, ни в коем случае, блять, нормальный сервер надо будет сделать, потому что я уверен, блять, у вас там, блять, какую-нибудь, я не знаю, команду ведёшь, у меня сервер нахуй ляжет, потому что писать такие тексты, блять, такие важные тексты, при том, что, блять, их прочитает дохуешься человек, это надо быть долбоёбом. Нет, не долбоёб, нужно быть конченым, да даже не конченым, нужно быть конченым долбоёбом, блять, в квадрате, потому что это настоящий сука пиздец, вы чё вообще охуели, блять, такую хуйню высирать в глаза, я просто не понимаю, American History, вы чё, вы серьёзно, нахуй, или чё? Я не понимаю, блять, я понимаю, если бы у вас там какой-нибудь, блять, проект был, абсолютную липлей, там всё равно одни боты, блять, эти посты, нахуй, никто не читает, тут, блять, казалось бы, здравомыслящая, великовозрастная, нахуй, аудитория, которая, сука, читать хочет, нормально, какие-то новости, которые пришли с саму ойлда, где, блять, если есть какие-то грамматические ошибки, то за них, сука, извиняются, они начинают быковать, мол, блять, где ошибки, где ошибки, блять, у вас тавтология на тавтологии, блять, вы Дмитрий Ларин 21 века, нахуй, это чё за хуйня, ебаная, пиздец, чуваки, не, блять, так дело не идёт, вы, нахуй, пиздец, пиздец, блять, вы либо исправляете как-то эту хуйню, либо я не знаю, блять, при том, что пост, блять, вышел вчера, сука, я не знаю, я не знаю, когда выйдет этот ролик, но просто, пиздец, они за сутки не смогли, блять, нихуя исправить, пиздец, чуваки, блять, вы чё, нахуй, вы там глаза долбитесь, сидите, нахуй, или чё, я просто не понимаю, это ж как-то хуйню-то можно вообще делать, пиздец, чуваки, блять, ну вы чё, Пиздец какой-то, блядь, я просто не понимаю В общем, ладно В общем, не важно С вами был, не важно кто Сытия, блядь, наебала этому ебаному, блядь, Американ Хистери Потому что пиздец, блядь Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем пока